В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студиал Сущепотева. Здравствуйте! Новый инфекционный госпиталь построят в Стирли-Тамаке до 15 декабря этого года. Такое поручение дал глава Башкортостана Ради Хабиров на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики 5 октября. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкортостане достигло 9 тысяч человек. За сутки в республике подтвердили 46 новых случаев заражения COVID-19. Всего выздоровели 8 208 человек. Это 92% от всех заболевших. Глава Башкортостана поручил усилить контроль за соблюдением санитарных требований, в том числе масочного режима и социальной дистанции. Ради Хабиров также рекомендовал пересмотреть перечень крупных массовых мероприятий в муниципалитетах и посоветовал перенести навесну те, без которых можно обойтись в сложившихся условиях. На 5 октября в Башкортостане практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность превышает показатели прошлого года более чем на 10% и составляет более 22 центнеров с гектара. Затем на совещании рассмотрели деятельность комиссии при региональном правительстве по реализации закона о языках народов Республики Башкортостан. Вице-премьер Азат Бадрана в своем выступлении на башкирском языке рассказал, что в 2020 году комиссия выявила факты неграмотно оформленных вывесок на ряде организаций и учреждений республики. Одной из причин этого является то, что конкурсные процедуры выигрывают фирмы-изготовители, находящиеся за пределами Башкортостана. Перевод вывесок они делают через онлайн-переводчики, что зачастую оказывается некорректным. К тому же такие фирмы-изготовители не используют башкирский шрифт для правильного набора текста. Еще из обсуждаемых тем. Развитие национального образования, разработка портала для дистанционного обучения родным языкам, меры государственной поддержки частного сектора на рынке услуг дошкольного образования, комплексные медицинские осмотры ветеранов Великой Отечественной войны. По последним данным, на диспансерном учете в медицинских организациях Башкортостана состоят свыше 22 тысяч ветеранов войны, труда и вооруженных сил. Ежегодно более 10 тысяч человек проходят амбулаторное лечение в поликлинике Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. Дополнительно работают более 100 выездных бригад специалистов, в составе которых хирурги, окулисты, ортопеды, неврологи, кардиологи. Завершилось еженедельное совещание при главе Республики подведением итогов Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Учитель – это особенная профессия. Он передает ученикам знания и умения заниматься их воспитанием. Благодаря его усилиям каждый ребенок постепенно становится полноценной личностью. Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителя. В этот же день в Межпоселенческом культурно-досуговом центре Инаула прошло торжественное награждение лучших педагогов района. Песня «Песня о нелегкой, но такой благородной профессии учителя». Открытием церемонии стало исполнение песни о нелегкой, но такой благородной профессии учителя. С приветственным словом и теплыми пожеланиями к присутствующим обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Последний год ваш труд был еще более оценен. Об этом Радий Фаридович постоянно говорит, что на виду с врачами на передовую линию во время пандемии стали вы. Во-первых, вы в цифровую технологию вошли без проблем. Это вы. Вам сегодня не просто гнаться за новшествами, которые происходят, это касается старшего поколения учителей. Хотя это и вам по плечу, по-моему, в Инаурском районе таких проблем на школах не было. Были проблемы и есть, и остаются у нас проблемы просто доступа интернета. И самое главное, ваш труд, как все уже говорят, еще раз пересмотрен, переоценен населением нашей страны. Уже не знают, как своих детей вы проведете из дома, встали от онлайн-обучения и хотят, чтобы их дети посещали школу. Ну и, конечно же, вы, будучи учителями от Бога, надеюсь, соскучились по своим детям. И сегодня с удовольствием преподаете в классе, потому что ничего не заменит личного общения, оценки знаний ученика в оффлайн-режиме. Знаком отличника образования Республики Башкортостан наградили воспитателя детского сада села Орловки Наталью Туйкину. Диплом победителя конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности из рук главы получила учитель английского языка средней школы села Сусады и Балак Елена Гельмединова. Сертификат на получение гранта молодым учителям, работающим в сельской местности Республики Башкортостан, был вручен учителю английского языка Ямодинской средней школы Регине Гарифулиной. Благодарственное письмо Министерству культуры Республики Башкортостан за добросовестный труд, большой вклад в развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Республики Башкортостан в этот день вручили заместителю директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств Гузель Саберзяновой. Почетной грамотой администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд, достигнутый успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником были награждены 11 педагогов района. Работаю уже 23 года воспитателем. Очень люблю свою работу, потому что без любви к детям, без любви к своей работе педагогу-воспитателю будет трудно работать, добиваться каких-то результатов. С детства очень мечтала быть воспитателем в детском саду, так как сама выросла в деревне и не было детского сада у нас. И все время роль воспитателя брала на себя. Играли сюжетно-ролевые игры с детьми сельскими. Очень люблю детей, люблю свою работу. Каждый день иду с радостью и придумываю для них что-то интересное, чтобы деткам нашим было очень интересно в детском саду, чтобы они приходили с удовольствием в детский сад, чтобы улыбались. Детей в детском саду у нас сейчас с каждым годом, конечно, меньше и меньше, но мы надеемся, что их будет больше и больше, чтобы у нас в Орловке детский сад всегда существовал. С праздником своих коллег-педагогов района поздравила начальник управления образования Эльвира Шаитова. Огромный плюс, который вы вынесли из данной ситуации, это то, что родители поняли о том, что насколько важен учитель в жизни каждого ребенка, что ребенку необходимо ходить в школу, необходимо видеть учителя, слышать учителя, настоящего живого учителя, а не виртуального. Я желаю вам огромного здоровья, благополучия, семейного счастья. И самой большой радостью для учителя является достижение его учеников. Пусть ваши дети радуют вас успехами. Грантами Управления образования Янаульского района на сумму 5000 рублей были отмечены 5 педагогов. Они победители республиканского конкурса «Лучший учитель». Почетные грамоты Управления образования за многолетний добросовестный труд в системе образования, весомый вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения получили 9 учителей и воспитателей детских садов. С профессиональным праздником присутствующих поздравила и председатель Янаульской районной организации Профсоюза работников образования Эльмира Гельмулина. Самые активные и успешные педагоги были отмечены почетной грамотой президиума Башкирского республиканского комитета профсоюза за активную работу в профсоюзе. Кубками и дипломами были награждены победители района физкультурно-оздоровительной спартакиады работников образования Янаульского района «Здоровье-2020». Завершилась торжественная часть концертными номерами в честь главных героев этого дня. Акция «Здоровая республика, здоровый регион» стартовала в нашем районе 29 сентября. Последней точкой маршрута стало село Прогресс. Врачебный десант прибыл сюда в понедельник, 5 октября. Жители близлежащих деревень смогли в этот день пройти все необходимые исследования и посетить узких специалистов. Житель деревни Карманово Аниф Габидуллин не любитель ходить по врачам, но необходимые по возрасту медицинские осмотры старается не пропускать. Вот и сегодня приехал в Прогрессскую сельскую амбулаторию вместе с супругой. За несколько минут в передвижном центре он смог пройти целый ряд исследований. Сдать кровь для определения содержания в ней уровня сахара и холестерина в соседнем кабинете пациента с нетерпением ждали еще три медицинские сестры. Здесь мужчине измерили глазное давление, температуру и сняли эхокардиограмму сердца. Желающих пройти в этот день полный медицинский осмотр было немало. В основном это жители старшего поколения. Среди них и пенсионер Тимиркай Султанбратов. 12 лет назад он пережил инфаркт. Теперь визиты к кардиологу, как и прием необходимых препаратов, стали частью жизни. К терапевту зайду, что скажет она. Если разрешит, зайду. В операцию надо было туда. Вот сейчас чуть-чуть осложение отошло. Ну, неохота сейчас идти к врачу в Уфу. Сегодня у нас диспансеризация, профилактическая помощь населению. Приехали из Уфы, из Нефтекамска, из Бирска. Сами тоже вот из Янаула врачи тоже приехали. Кардиолог, хирург, эндокринолог, онколог есть, терапевты свои принимаем. Потом из Уфы есть этот, травматолог есть, окулист. Приехали у нас очень из многих деревень. Старый Кудаш, Кумалак, Карманово, Кисакарен, свои прогрессовские есть. Так, все из всех деревен наших, Нократ, старый Артаол. В этот день врачи приняли 173 пациента. Флюрографическое исследование прошли 45 человек, ультразвуковое – 28. Момографию прошли 50 женщин. Факторы риска выявили у 45 граждан. Один человек с подозрением на онкопатологию направлен на дополнительное обследование. Всего за 5 дней воспользоваться услугами автопоезда здоровья смогли 1226 сельских жителей Янаульского района. Железная дорога – это объект повышенной опасности. По данным Следственного управления на транспорте, ежедневно в России на железной дороге гибнут 3 человека. Еще 3 получают травмы. Наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить практически невозможно. Тормозной путь железнодорожного состава – более 400 метров. О правилах поведения в здании на территории вокзала при посадке и проезде в поездах рассказала дежурный помощник начальника железнодорожного вокзала Елена Тимиршина. Если вы приходите на вокзал, вы должны обязательно просмотреть всю информацию, какая вам нужна, где находится касса или что вы хотите здесь найти. Ни в каком случае нельзя оставлять вещи без присмотра. Если дети, то детей оставлять без присмотра тоже нельзя. Если ребенок потерялся, ему надо подойти или к сотруднику вокзала, или к сотрудникам полиции. Есть дежурный по вокзалу, справочные кассы, к любому сотруднику, который вы увидите. При посадке в поезд нужно садиться только при полной остановке поезда. Ожидать поезд надо только за полосой безопасности. Она начертена и на островных, и на береговых платформах желтой линии. В поездах тоже нужно соблюдать все правила безопасности. То есть не бегать, детям не бегать по вагону, не мусорить, не шалить. Если что-то случилось, так же обратиться к проводникам, к сотрудникам поезда, как и на вокзале. Отчетно-выборная конференция Янаульской городской и районной организации инвалидов Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов состоялась в пятницу 2 октября. Участие в конференции принял заместитель председателя Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов по социальным вопросам Ильдар Габдулин и заместитель главы администрации по социальным вопросам Гаухар Мендиарова. В этот день были подведены итоги работы организации инвалидов за минувшие пять лет. Их подвела председатель Янаульской городской и районной организации инвалидов Индира Алимгафарова. Самые активные члены организации и жители района были отмечены благодарственными письмами. Основным вопросом конференции стали перевыборы председателя местной организации инвалидов. Большинство голосов поддержали кандидатуру Индира Алимгафаровой. Председателем она будет на протяжении ближайших пяти лет. Конкурс чечцов, посвященный жизни и творчеству народного поэта нашей республики Рами Гарипова, прошел в детском саду «Колокольчик» 2 октября. Главная его цель – это повышение интереса к творчеству поэта, близкое знакомство с произведениями автора, воспитание и любви к родине. В конкурсе приняли участие 13 сотрудников детского сада. Каждый из них подготовил выбранный отрезок произведения на башкирском или русском языке. В конкурсе участвуют сотрудники нашего детского сада, которые представляют членам жюри поэтическое произведение на башкирском или русском языках. Основные критерии и требования – это выразительность речи, подбор костюма, атрибутов, соответствующие выбранному стихотворению. Итоги конкурса жюри подводят в конце литературного мероприятия. Конкурс проводится на основании годового плана нашего детского сада в рамках года башкирского языка и предстоящего праздника Дня Республики Башкорстан. Конечно же, это мероприятие очень большое значение имеет и для воспитанников. В дальнейшем наши воспитатели будут проводить тематические мероприятия, посвященные народному поэту, где полностью они расскажут про жизнь этого великого поэта и про его работы. И это, пожалуй, все главные события уходящего дня. Впереди прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95 Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71 Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Боже, меня храни! Я здесь власть! Власть, говоришь? Все в наших руках! Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Средняя температура горения 450 градусов. Некоторым хватает пары минут, чтобы бросить курить. Навсегда! Алло, полиция! Здравствуйте! В школе 9761 находится бомба! Просьба организована покинуть помещение через эвакуационные выходы. Находится бомба!